2015. Вот это у нас нижняя набережная, Резберма. А здесь причал у нас. Центр города. Да, центр города. Вот какая это, посмотри-ка. Ужас, ужас. Ну, это ладно еще, никто пока не упал. Итак, вот, что вы говорите. Подожди, я пойду. Ну, все причалы, конечно, закрыты. Крым одного единственного. Потому что пользоваться ими уже опасно. Не сегодня, не завтра все это рухнет. И могут быть трагические последствия. Потому что вся вот эта нижняя набережная, вон до того, вся она в таком безобразном состоянии. Вот в каком состоянии у нас один из причалов. Ну, все они, да. Все, кроме вот там последнего. Причал номер восемь состоится заключительная двухчасовая морская экскурсия. В таком у нас причаловая морская экскурсия. В таком у нас состоянии причалы. Все сгнило. Сваи все заржавели, падают. И все причалы в таком состоянии. Посмотрите вот на это убожество. Это называется, что Ялта подготовлена к сезону. Это дело не в том, что сейчас загородили будут делать ремонт. Дело в том, что до этого состояния довели эту Ялту. То же руководство и то же правительство, которое сейчас у нас находится во главе Ялты и во главе Симферополя. Куда девались наши деньги? Люди у нас нищают. Ялта у нас ухудшается с каждым разом, превращаясь в захолустье. Мы просим вышестоящие инстанции, Россию, обратите внимание, посадите их не на должности, которые они занимают, а по тюрмам, чтобы другим дворам не было желания доводить вот это до такого состояния. Они обязаны были за этим смотреть. Каждый раз не только прокрашивать перила, но и не доводить до этого убожества, что все порастыпалось. И из пяти причалов работает только один. Пожалуйста, Владимир Владимирович или ваши приближенные, которые могут к вам обратиться, потому что наши люди к вам не доходят. Накажите правительство Крыма, правительство нашей Ялты, которые должны сидеть за решеткой вот такой, в таких камерах, а не на своих местах, которые здесь сидят, мало того, что были мэрами, сейчас сидят как серые кардиналы в замах, тоже и самые мэры и все остальное. Мы к вам обращаемся за помощью. Я местный житель. И вот такого вот развала в порту и по всей Ялте, машины, нечем дышать. Когда это безобразие кончится? Я местную женщину поддерживаю во всем, потому что она правильно сказала. Хоть одна смелость, есть у нее смелость сказать. А когда будете гулять по нашей площади Ленина, то смотрите под ноги, чтобы не запнуться и не упасть. Да, и ноги, чтобы не поломать. Вот так приготовились. Приезжайте, дорогие товарищи отдыхающие, к нам отдыхать. КОНЕЦ